Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью студента Венчарова и в ближайшие 20 минут мы будем говорить о неограниченных возможностях школы гармонии. Для этого к нам в студию пригласили представителей этой школы. У нас в гостях исполняющие обязанности директора Старогородковской общеобразовательной школы гармонии для обучающихся с ОВЗ Светлана Александровна Фомичева. Здравствуйте! Здравствуйте! И также у нас в гостях заместитель директора по учебно-воспитательной работе Старогородковской общеобразовательной школы гармонии для обучающихся с ОВЗ Наталья Владимировна Аножкина. Здравствуйте! Здравствуйте. Рада вас видеть в этой студии. Поговорить действительно есть о чем, о неограниченных возможностях Школы Гармонии однозначно совершенно. Не так давно у нас в студии также был представитель, директор Школы Надежда, ваш коллега. И, естественно, тоже мы говорили о летних программах, об участии во всевозможных проектах и о неограниченных возможностях действительно ребят с ограниченными, к сожалению, возможностями здоровья. Я думаю, что мы поговорим сегодня обо всем. Мы говорим прежде всего о проекте. Как вообще родился, Светлана Александровна, вот этот проект, вообще идея его, как появилась? Ну, работаем мы же уже с детьми давно. Конечно. И за 20 лет существования Школы стало понятно, что все дети, практически все дети, практически все родители мечтают учиться массе здоровых детей. Хотят ходить в обычную школу, получать образование в обычной школе. И так родился наш проект, наша миссия школы. Сделать все, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли попасть в массовую школу. Скорректировать обучение, адаптировать программы, научить детей учиться в массе. Хочется делать так, чтобы детям было удобно, комфортно учиться, чтобы они были рады, чтобы рады были родители. Ну, и когда мы устремились к своей миссии, мы поняли, что есть ряд препятствий. Одно из препятствий – это непринятие детей с ОВЗ в массовой школе, непринятие детьми, родителями, небольшая компетентность учителей, которые работают с этими детьми, и доступность самого образовательного учреждения. Но имеется в виду среда. Да, да, доступная среда. Но сейчас уже в округе идет большая работа по адаптации школ, доступной среды, практически все школы доступны. Из пандусы, лифты, классы, ресурсные пространства созданы. Но и то, что осталось для нас, это научить детей общаться с детьми, научить учителей этих детей учить. Мы стали думать, как это лучше реализовать, и придумали вот этот метод совместного проведения летнего отдыха детей наших с ОВЗ и детей здоровых. И как, я понимаю, что этот проект, в общем-то, удался, можно сразу об этом сказать. Мы поговорим подробнее в течение нашей программы об этом. Мне бы хотелось сразу спросить по поводу общения с родителями детей здоровых, без особенностей, с воспитателями, с учителями в обычных школах и с детьми, тоже с обычными, которые учатся в обычной школе. Насколько там в последние годы изменилось ли как-то отношение к ребяткам с особенностями? Ну, существует этот стереотип, что массовая школа, она для здоровых детей. И стереотип этот идет чаще всего от взрослых людей, чем от детей. Детям легче показать наших деток и научить их с ними общаться. А со взрослыми тяжелее всегда, страшно то, что неизвестно. Поэтому этот стереотип есть, и вот желание его сломать, этот стереотип, это наша основная миссия, то, чего мы хотим. Поэтому, чтобы его сломать, нужно показать, нужно познакомить, нужно организовать взаимодействие. И тогда будет видно, что не страшно, что дети не такие уж и особенные. И у них действительно неограниченные возможности. Они могут все, что угодно. Главное, правильный подход и вера в то, что они делают, и им это удается. Наталья Владимировна, хотела сразу спросить, вы были начальником лагеря как раз вот этого, да? И хотелось бы сразу спросить о вас, как все прошло? У вас был целый месяц реализации этого проекта. Можно сказать сразу об успехах, а потом мы поговорим подробненько, что было реализовано. Смена у нас длится 21 день этого. У нас были ребята, которых мы поделили на отряды. У них были свои названия, у них были свои направления. Мы выбрали экологическое направление. И ребята исследовали. У нас был такой отряд крышечки, которые собирали пластиковые крышечки. То есть то, что им доступно, то, что они видят в жизни, то, что они могут реализовать действительно, что для них знакомо. У нас был еще отряд родничок, потому что у нас рядом со школой в Горловке находится родник. И чтобы дети узнавали, что их окружает, потому что все-таки какие-то ограничения в передвижении. Они не всегда знают даже, что рядом с ними находится. И также у нас был эко-отряд и отряд лучик. Лучик это у нас были батарейки тоже, то, что все детям знакомо. И, конечно, мы пригласили ребят из Жаворновской школы. Это были ребята-волонтеры, их было 5 человек. Мы решили как бы сильно всех не пугать, так же, как и педагоги. Это неизвестность, тем более такая неизвестность, которая непонятная и как бы очень часто не встречается. Чтобы их не напугать и потихонечку действительно начать с лагеря. Все это знакомство как бы в более таких спокойных условиях. Потому что, если, допустим, знакомить ребят во время ученического процесса, это проблематично. Все-таки учителей давит выполнение учебного плана. Ребята учатся, а здесь они были в более таких спокойных, комфортных условиях. И ребята-ученик, как бы мы их попросили потом свои впечатления оставить. Вот, я не знаю, надеюсь, это было от чистого сердца. Они, конечно, с такими словами благодарности отзывались. Написали, что им все очень понравилось. Как бы их это не оторгло от их направления. Кто-то хотел заниматься педагогикой, выбирает свою будущую профессию. И именно волонтерством. То есть помогать деткам. И, вы знаете, у них не было вот этого страха. Потому что все-таки дети разные, ведут себя могут по-разному. И как бы мы им старались объяснить, что, знаете, как со всеми можно о чем-то договориться, их особенности. Их надо просто принять и попытаться найти вот эту возможность совместного проживания, совместной деятельности. И они как бы, можно сказать, подружились. Да, очень у них активно. Может, сначала что-то их настораживало. Но и так же мы это знакомство, мы познакомились в мае. Они к нам приезжали в школу там с подарками. Конечно, все были наши дети рады. Подарки все любят. Конечно. И постепенно вот это то, что есть такие дети, что у них есть какие-то особенности в поведении. Как первое, что пугает. Есть какие-то физические особенности. Но это не страшно. С этим можно жить. Такие же нормальные дети, как и все остальные. Такие же желания. Может быть, они это не могут сразу сформулировать. Еще что-то. И постепенно рассказывали, как с ними договориться. Потому что если ребята инвалиды, как и любой, не надо вот этой своей помощью прям на него давить. Нет, они есть вещи, которые они могут сделать сами. А есть действительно, которые надо помочь. И пока ты не общаешься с этим человеком, ты, допустим, не можешь понять, что именно ему надо. Потому что некоторые вещи, которые мы в своей жизни не замечаем. Мы, допустим, не замечаем элементарно, когда есть двери, которые раздвигаются. Есть, которые надо открывать. И там внизу маленький порожечек, через который коляска не проедет. То есть ее надо с усилием толкать. И маленький ребенок не всегда физически способен преодолеть. Это сделать самостоятельно. Да, вот этот какой-то момент маленький. Не надо его постоянно, эту коляску возить. Но какие-то моменты элементарные. Элементарные. Чтобы поддержать, помочь, направить правильно, чтобы... Да, да. И как бы мы вот этим всем старались. И ребята... Ну, я говорю, желание у них не пропало. Заниматься этим. Самое главное. Я думаю, что наоборот, оно появилось еще больше. Потому что они попробовали. Им это понравилось. И будут, я думаю, прекрасные педагоги. Новая смена у вас тоже появится. Возможно. Ну, или, по крайней мере, волонтерство. А волонтерство на сегодняшний день тоже очень актуально. И помощь, я думаю, и вам в рабочем, в обычном, в учебном процессе тоже наверняка может потребоваться. И от волонтеров, ребят, которые хотят помочь деткам с особенностями. Ну, давайте немножечко поговорим. Сколько у вас было в лагере детей? Всего деток из нашей школы было 80 ребят. Они были с нашего Денцовского района. Вот у нас было 20 воспитателей. Это наши сотрудники. И было 5 этих волонтеров. Да, и 5 волонтеров. Но у них был руководящий их педагог. Как бы совсем им страшно не было. И у нас было деление на отряды. Ребята находились. У нас 6 часов длится день. Двухразовое питание было. И, конечно, очень много разных мероприятий. Начиная с патриотического. Это наше. То, что подъем флага. Прослушивание гимна. Сначала это все как-то воспринимали вообще в течение года в штыки. Но, как показала практика, это все-таки надо. Все понравилось. Да. И сначала дети, кажется, что это лишнее. А теперь как должны воспринимать? Да, и они хотя бы услышали. Они узнают эту музыку. Они теперь все-таки... Некоторые даже выучили слова. Они подпевают. Да, то есть это все просто так. Если не показывать ребенку, он никогда этого не узнает. Конечно. Да, если это потихонечку, где-то надо, как говорится, построже. Где-то мягко это все. Но надо обязательно ребенку показывать. Тогда он это будет знать, делать. Вот. У нас еще было очень много мероприятий. Нам помогали много организаций. К нам приезжал театр. Нас приглашали в Захарова. Ребята ездили. Мы ездили в Патриот, в партизанскую деревню. Это у нас 121-й авиаремонтный завод был. Очень много. И все это было бесплатно. Узнали всего много нового. Увидели много нового. Впечатление, я думаю, было море. Да. И были фотографии. У нас еще пожарная часть. Нас приглашали в гости. И приезжало. Очень много. И действительно то, что люди откликаются. Когда звонишь, говоришь, что какая школа. Не знаю. Мне кажется, никто нам еще не отказывал. Кому мы обращались. И еще хотел сказать. То, что те же, допустим, поездки. Когда приезжали в Захарова. Когда нас еще на спортивный праздник в Одинцово для детей с УВЗ приглашали. На таких мероприятиях, конечно же, нужны волонтеры. Потому что, кажется, какой-то маленький момент для нас выйти из автобуса. Для детей это бывает проблематично. И, кажется, какая-то маленькая помощь, она очень актуальна. Востребована. Да. Потому что, да, у нас есть сопровождение. У нас есть воспитатели. Но когда группа... На всех рук не хватает. Элементарно какие-то воду попить или еще что-то. Потому что некоторые проблемы испытывают. Тоже крышку открутить, стаканчик налить. То есть какие-то мелочи, которые мы не замечаем со своими возможностями. А для них вот эта маленькая помощь действительно становится неограниченной. Возможности они посещают все и смотрят. Очень интересуются. И вот эта простота, открытость. Они задают вопросы. И поэтому всегда мы, когда приезжаем на экскурсии, очень как бы удивляются, что ребята задают вопросы, интересуются. И некоторые у нас даже ребята начинают такую информацию выдавать, что даже экскурсоводы удивляются, что они такое знают. Такое знают. Да, это прекрасно. Кстати, я знаю, что вообще ребята очень талантливые многие. Вот, к сожалению, с особенностями физическими, возможно. Но именно талантливые в каком-то одном направлении или в нескольких. Ну, в творчестве, например, в спорте. У кого что? Ну, у кого какие возможности есть? То есть здесь тоже действительно можно говорить о том, что это тоже безграничные возможности для всех открытые. Главное, их реализовать. И главное, приоткрыть какую-то дверцу для ребенка. Не закрывать ее. Наоборот, развивать эти таланты. И я думаю, что вы в этом помогаете однозначно совершенно. А я хотела еще спросить по поводу того, с какими заболеваниями, к сожалению, мы говорим об этом тоже, ребятки в лагере вот в этом были. Потому что все-таки не каждый ребенок постоянно, каждый день может приезжать. Заболевания разные бывают. И учатся у вас в школе постоянно совершенно разной ребяткой. Да, у нас есть даже локальный акт по школе, в котором прописывается, кого мы можем брать. Потому что есть детки, которые, допустим, если идет учебный процесс, у них есть тьютер, воспитатель, ассистент. То есть он один не может как бы что-то делать и тем более находиться в обществе. Некоторые детки по своим заболеваниям даже как бы и опасны, можно сказать, для окружающих. То есть они не сознательно могут причинить какие-то... Вред себе или кому-то еще. Да, или окружающим. Да, здесь мы, конечно же, стараемся родителям объяснить, что есть учебные процессы, а это как бы немножко другое. Поэтому мы не можем... Взять всех. Да. И тем более у нас как бы ограничено количество. Количество. Да. И работа с родителями в первую очередь. Стараемся им объяснить всю нашу ограниченность, наверное, в этом вопросе. Вот. Но стараемся по возможности, чтобы ребята, так как у нас есть еще надомное обучение, тех, кого можно пригласить в лагерь. А мне хотелось спросить, Светлана Александровна, а вот что касается стратегических сессий, которые вы постоянно посещали, я знаю, вот с этим проектом также. Вот как проходил процесс вот этот вот? Насколько это было актуально? Насколько это было для нашего округа в целом? И насколько это вот отклик получило? Знаете, вот для нашей школы у нас было очень много всегда идей. Идей разных. И вот эти сессии помогли нам самим для себя сформулировать то, что мы хотим и как этого достичь. И я думаю, что для других школ района тоже это было видно. Прям на глазах менялось от сессии к сессии. Каждый уже осознанно формулировал свою миссию, свою цель, методы достижения этой цели. Все мы в конце уже, на последней сессии, мы уже все поняли, чего мы хотим, и что нужно сделать для школы, и чем это будет полезно именно для округа. И каждый занял свое место. И объединились мы все в такую большую команду, которая будет добиваться поставленных целей во благо работы округа и каждой своей школы. Ну, я думаю, что действительно школа будущего. Действительно. Это можно назвать однозначно совершенно, потому что чтобы ребятки с особенностями развития и здоровые абсолютно дети взаимодействовали, была стопроцентная инклюзия, и родители воспринимали все это адекватно, абсолютно. Никто не боялся, чтобы дружили ребята с особенностями развития здоровые ребятки. И воспитатели, и учителя также, я надеюсь, будут воспринимать весь этот процесс, чтобы все было интересно для всех, доступно для всех, и чтобы это было важно. Ну, я думаю, что оно и так и есть в любом случае. А что хотелось еще уточнить о взаимодействии? Ведь у нас не только школа «Гармония» занимается с такими ребятками, у нас и школа «Надежда», у нас и есть школа-интернат имени Фурагиной. Вот как идет взаимодействие? Я знаю, что вы прекрасно все взаимодействуете, и какие-то мероприятия тоже совместные даже проводите. Да, конечно. Каждый год мы собираемся по несколько раз в гостях друг у друга. Школа «Надежда» проводит спартикиаду для детей с ОВЗ. Школа-интернат проводит театральный фестиваль «Золотая лавровая ветвь». У нас праздник народной игры «Забава». И все приезжают дети, участвуют. Целый год готовятся к этому мероприятию. Мы ставим спектакли, тренируем команды. Большое взаимодействие происходит среди педагогов. У нас свое методическое объединение учителей-дефектологов, окружное объединение. Мы там тоже встречаемся несколько раз в год, обсуждаем актуальные проблемы, новые программы, делимся наработками, методами. Прекрасно знаем друг друга. И всегда, если какая-то проблема, нужна какая-то помощь, мы всегда можем обратиться друг к другу и всегда друг друга поддерживаем. То есть это важно, да? Вот такая взаимовыручка, взаимопомощь со своими единомышленниками и с людьми, которые работают в одной сфере. Что касается важности для ребят, вот такого взаимодействия с другими, вот насколько для них это важно? Для вас это понятно однозначно совершенно. Ну, они очень любят. Очень любят встречаться. Они все там перезнакомились. Они вспоминают, как они играли в прошлом году, кто победил, кто будет побеждать в этом году. И потом для детей с ОВЗ очень важно общение. Очень многие из них ограничены в общении. И вот эти вот встречи, смена обстановки для них – это большой подспорь и большой потенциал для развития. Для развития их творческих способностей, их коммуникации. Это все та самая коррекционная работа, которую мы и ведем. Развиваем их способности, ищем их таланты, позволяем им общаться, дружить, встречаться, коммуницировать. Ну, я думаю, что и проект, собственно говоря, неограниченные возможности тоже направлен на это. Это дополнительное время, дополнительные возможности для ребят пообщаться, развить творческие, спортивные свои способности, еще что-то. То есть найти какие-то новые интересы, возможно. И пообщаться с ребятами, с волонтерами, вот из Жаворонковской школы в данном случае. А продолжать-то собираетесь? Проект? Конечно, у нас очень много планов. Мы хотим развивать этот проект. Мы хотим, чтобы у нас детки не только днем находились, чтобы они могли оставаться ночевать. Такая была полноценная лагерная смена. Есть очень много идей для этого. Мы хотим, чтобы к нам в лагерь могли приехать дети маломобильные, чтобы они могли со своими родителями проводить. Хотя бы там две недели в лагере в сопровождении родителей или специального ассистента, который будет помогать. Очень-очень много планов. Ну, я думаю, что все удастся. И будем надеяться, за этот учебный год еще больше разовьется этот проект. Ну, я имею в виду, по крайней мере, возможности какие-то еще дополнительные появятся. И в следующем летом уже увидим полноценный лагерь не только дневного пребывания. Или просто вот, как у вас в одном здании, я знаю, был именно как раз лагерь дневного пребывания. Во втором просто было мероприятие тоже. Определенно лагерь можно назвать. Но просто мероприятие, летняя программа, скажем так. А здесь уже будет полноценный лагерь со сном, с житьем и с прекрасной дружбой, которая, я думаю, будет еще только крепнуть в дальнейшем. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Очень хотелось поговорить еще о многом. Я думаю, о подготовке к учебному году. Но я думаю, что еще как-нибудь не раз встретимся в этой студии. И будем тоже общаться по поводу ребяток и новых проектов, которые вы реализуете. Спасибо вам большое. Мне остается только напомнить, что сегодня мы говорили о неограниченных возможностях школы «Гармония». И в гостях у нас были представители этой школы, Старогородковской общеобразовательной школы «Гармония» для обучающихся с ОВЗ, исполняющей обязанности директора Светлана Александровичева, Анафимичева, а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Владимировна Анышко. Спасибо вам большое. Удачи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok